И я предоставляю слово Елене Бочаровой, заместителю руководителя Федерального агентства по делам молодежи, координатору Молодежной двадцатки. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Мне очень приятно выступить сегодня в этой аудитории. Очень приятно, что тема молодежной политики и молодежный форум входит все-таки в приоритет. И то, что Федеральное агентство по делам молодежи является координатором этого форума в России. Для нас, конечно, главный наш акцент, на что мы делаем, это люди. Молодые люди, их мировоззрение и то, как они видят в себе будущее. Выступление Александра Николаевича навеяло мне такую бизнес-шутку о том, что главный наш актив – это люди, но его почему-то нет ни в одном балансе. Вот мы хотели бы, чтобы благодаря этому форуму эти люди появились в балансе. И главную цель… Скоро Минтруд обещает баланс трудовых ресурсов в разработке. Слава Богу, да? Еще не начали форумы, а уже решили эту проблему. Так вот, главной целью мы своей ставим, конечно же, формирование сообщества лидеров. В нашем случае это молодых лидеров, будущих лидеров. И постараемся предложить содержательную, позитивную повестку, которая действительно будет интересна всем представителям молодежных студенческих сообществ стран 20-ти. Форум пройдет по согласованию с 18 по 21 июня. Пройдет в Санкт-Петербурге. Мы предложим максимально широкую повестку для будущих участников. То есть в преддверии форума в онлайне будет организована дискуссия. Сегодня мы определили две таких широких платформы, которые в основном пересекаются с тематиками, которые будут обсуждать главы государств стран 20-ти. А конкретные вопросы, фокус уже установят сами молодые лидеры, о чем бы им хотелось поговорить и какие конкретные решения, какие конкретные проблемы им хотелось бы решить. Кроме этого, мы хотим сконцентрировать свое внимание вот на какой вещи. Очень часто, по мнению одного российского политика, мы готовимся к прошлой войне, а неплохо было бы подумать о будущем мире. Вот собирая будущих лидеров, мы как раз хотим проработать те концептуальные во многом вещи, которые будут определять политику будущего. В том числе и инвестиционные вопросы, в том числе и улучшение качества жизни миллионов людей на планете. Поэтому, на мой взгляд, именно содержание молодежной повестки, оно крайне важно. Как федеральное агентство по делам молодежи мы, безусловно, предлагаем системные платформы для того, чтобы эта встреча не была и не носила характер такой одноразового мероприятия. Это наш традиционный ежегодный форум Интерсельгер. Это форум стран Балтийского моря, который мы проводим в Калининграде. И несколько других крупных международных площадок. О них мы, конечно же, тоже расскажем всей молодежи. Поэтому я надеюсь, что созданное комьюнити, оно будет продолжить свою работу. И все разработанные материалы, все проработанные предложения лягут на стол президентам стран 20. Мы очень-очень рассчитываем на то, что у молодежи будет возможность встретиться и с Владимиром Владимировичем Путиным, задать ему все вопросы. И также, наверное, немаловажным является то, что форум проходит в Питере. И нам удастся познакомить международную молодежную общественность с красотой Питера, представить Россию, если можно так сказать, вот таким вот ее историческим, таким вот ее красивым лицом. Вот. И сейчас я, наверное, хотел бы передать слово Роману Чукову, как руководителю рабочей группы, как руководителю секретариата. У него есть несколько конкретных тематик. Рома. Сегодня у нас международная аудитория. Я перейду на английский язык. И хотя слайды будут представлены на русском языке, и, как вы знаете, что российский аутрич-формат будет увлеканен, и мы постараемся сделать так, чтобы этот аутрич-формат полностью здесь представят. И Y-20, C-20, T-20, B-20. То есть все это должно включать представителей молодежи. И окончательные результаты. Я думаю, это будет очень серьезный вклад в работу официальной двадцатки. И здесь мы, конечно, предложим наш взгляд на то, что касается 2013 года. И Лена сказала уже вам о том, что мы будем проводить эту встречу под руководством Федерального агентства по делам молодежи. И здесь также играет большое значение российская шерпа Ксения Юдания за то, что постоянно оказывала нам поддержку в этих вопросах. И, конечно, мы думаем, что это будет предварять экономический форум в Петербурге, который сможет объединить все эти форматы, в котором проводится политика аутрич. И как раз рабочая группа, которая организует именно концептуальную часть этого саммита, я думаю, включит и молодежные аспекты. И мы будем отвечать за вопрос подбора тех вопросов, которые будут включены в повестку дня. Давайте пойдем дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Вкратце хочу представить историю молодежного саммита. Это тоже была идея России запустить молодежный саммит в 2006 году, когда Российская Федерация пригласила молодежь на юношеский саммит G8. Инициатива была поддержана иностранными партнерами в рамках председательства в 2007-2010 годах. Этот формат был затем повторен в Германии в 2007 году и Японии в 2008, в Италии в 2009. А наши канадские коллеги развили этот формат и уже привели не юношеский, а молодежный саммит из 20 стран. А затем в Мексике в 2012 году на саммите был проведен соответствующий саммит молодежи 20. И они объявили свой саммит. Значит, теперь, что касается саммита в России в июне 2013 года. Мы соберем 125 молодых лидеров в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня с тем, чтобы поделиться, обменяться мнениями и идеями по поводу повестки дня, которые, обратите внимание, они делают самостоятельно. Они сами будут определять свою повестку дня. У нас будут две категории вопросов. Вот вы видите их на слайде. Это финансовые и международные валютные системы, решение вопросов регулирования и реформ. А второе – устойчивое развитие, укрепление экономического, социального и природоохранного фундаментов. В рамках каждой из тем на специальном разделе сайта они с нами смогут определить четыре конкретных проблемы, которые они захотят обсудить в рамках саммита. Вы можете посетить также наш веб-сайт по ссылке, которая дана на экране сейчас. И организация эта уже работала в других странах по выбору молодежных организаций и направит также свою делегацию на саммит. И российский офис Шерпы также примет участие в этой инициативе. Так что мы надеемся, что у нас будут очень талантливые молодежные команды по пять человек из каждой страны большой двадцатки. И еще пять стран в рамках стратегии «Аутрич» будут также приглашены принять участие. Итого 25 участников, которые сами определяют свою повестку дня и сами обсудят вопросы для принятия итогового коммунике, который потом будет представлен руководителем большой двадцатки. Мы, конечно же, с большим энтузиазмом относимся к возможности проведения встречи с господином Путиным, может быть, в рамках Петербургского международного экономического форума. Поэтому мы надеемся, что мы добьемся успеха в этом. И последние слова в соответствии с тем, что сказал Стим Ховард. У нас есть С-20, Б-20, а с моей точки зрения Игрок-20 находится где-то посредине. Но это очень важно, потому что без этого нельзя, потому что Игрок-20 – это те, кто будут участвовать. Потом станут либо Б-20, либо С-20, или даже G-20 Шерпа, потому что там три направления для наших участников. Либо они станут государственными чиновниками, либо бизнесменами, либо представителями гражданского общества. Поэтому, пожалуйста, вложите свое время, свое внимание, следите за нами, потому что мы молодые, мы интересные, мы талантливые. Спасибо. Спасибо большое. Но я думаю, что Большая-20 уже начала подписываться энергией и энтузиазмом молодежных движений. И действительно, эта встреча будет очень важным мероприятием в рамках Большой-20. Игрок-20. Продолжение следует...